Сегодня 25 февраля, скандал со Жванецким не утихает и вот уже дошло до фронта и солдаты с передовой пишут видео о том, что они недовольны, что установили памятник русофобу в Ростове-на-Дону. Это, конечно, дичь полная, потому что они же прочитали это в пабликах, которым доверяют, то есть они это прочитали на Русской весне, они это прочитали у Осташко, они это прочитали на Царьграде, еще где-то могли прочитать. Блогеры хайпуют на теме Жванецкого русофоба. Я уже записал видео, что Жванецкий не русофоб, разоблачение фейков, там все понятно и просто, но вот эти вот вбросы продолжаются информационные и надо просто дать разъяснение, кто сделал информационные вбросы, кто придумал фейки, кто за этим стоит. И в первую очередь за вот этой клеветой на Жванецкого стоит национально-освободительное движение «Россия». Эта организация называется НОД, она юридически никак не зарегистрирована, но у них есть издание, которое называется «Национальный курс». Они издают газеты, у них есть телеграм-канал с 32 тысячами подписчиков и все видеоматериалы, которые вы видели в интернете, которые являются клеветой на Жванецкого, вот эти вот нарезки, его фраз, которые потом я объяснял, что они не в то время, не в то, и не так, и они нарезаны, там продолжение есть. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Горбин. Здравствуйте, а я хотела спросить, а никого не смущает, что устанавливается памятник русофобу, который ненавидел Россию, мечтал сравнять ее с землей? Выступал, выступал, это его прямая речь, вы ознакомьтесь, пожалуйста, он хотел сравнять. Никогда. Да что вы говорите? Да никогда. Ну, то есть, а что он сделал для Отечества, чтобы ему ставили памятник? Это ваши инициативы или это частного лица какого-то? Михаил Михайлович много сделал для Отечества. Поэтому наши люди, те, которые воюют сейчас, они не хотят возвращаться, они хотят этим заниматься дальше. И я бы сейчас, мне кажется, как вот моя мечта, разровнять место, где была Россия и построить что-то новое. Когда происходили здесь события на Майдане, о чем вы думали? Вам нравилось то, что здесь происходит? Или вы чувствовали какой-то подвол? Нравилось. Я видел людей. Я видел народ. Я давно не видел народ. Вот так. Сижу за решеткой в темнице сырой. Посадили в ЗАГ за то, что... На улице Пушкинской, поэтому, видите, на улице Пушкинской установили памятник русофобу и ненавистнику нашей страны. И сейчас меня везут в отделение. Якобы там я что-то нарушила. У меня никаких нарушений нет. Но вот так вот товарищ Сырков не пропустил. Наверное, или кто там это мимо. Эта нарезка содержит логотип НК. НК – это национальный курс. То есть абсолютно четко это была провокация НОД. При этом вот эта девушка, Надя Кофейникова, которая была, она тоже активистка НОД, понимаете? И если что, если что, я вам объясню, что если бы тут не Жванецкого открывали памятник, а, скажем, Виктора Цоя, то прибежала бы Надя Кофейникова и сказала бы, что Виктор Цой – агент ЦРУ, и песни ему писали в Голливуде. Понимаете? Вот. А почему? Потому что НОД – это политическая секта. Причем у нее очень странная такая программа. Ну, абсолютно. Я ее даже патриотической не считаю. Это набор каких-то вот… там демагогия, там все что угодно, только не какой-то там конструктив. Вот, например, они говорят, мы хотим вернуть границы СССР 45-го года, мы должны в России провести референдум, мы заменим границы. Что за глупость, да? То есть у нас есть 14 государств соседних, они хотят референдум о границах СССР 45-го года. Далее они хотят национализировать Центробанк. Ну, как бы, Государственная Дума назначает Центробанк, и как бы и Федоров, вот непосредственно Федоров назначает главу Центробанка как депутат. И еще они говорят, что Путин их лидер, но при этом все окружение Путина враги, что это все пятая колонна, что мы подчинены американцам, ну, конспирология. И еще они хотят ввести в Конституцию идеологию, да. У нас была шестая статья Конституции СССР, где была написана руководящая роль коммунистической партии Советского Союза. Вот эту шестую статью они хотят, ну, то ли вернуть, то ли написать как-то по-другому. Короче, кто должен заниматься идеологией, по мнению НОТ, они не говорят. Угадайте, это будет НОТ, наверное, и депутат Федоров, кто еще. Потому что, ну, я давал присягу когда-то защищать Конституционный строй, я военную присягу дала. И как бы, это как бы не шуточки. Вот. И дальше, и дальше, вот чтобы объяснить, что этот НОТ делает, лучше всего посмотреть, конечно, видео Лидина. Это, как бы, уже люди разобрались, что такое НОТ. Уже в интернете огромное количество материалов про НОТ. Несмотря на то, что НОТовцы считают, что члены Госдумы и депутаты пляшут под дудку американцев, сам Федоров при этом депутат и единоросс. Добавлю просто от себя, зачем они преследуют артистов, зачем, что они делают. И причин есть, ну, как минимум две. Первая причина. Надо хайповать. Надо привлекать внимание патриотов, надо привлекать всех, кто новых адептов. И чтобы адепты видели, что ты такой патриот, патриот, патриот. Они тоже патриоты, патриоты, патриоты. Надо заниматься какой-то коллективной деятельностью. И эта коллективная деятельность, ну, лучше всего получается, если вы преследуете каких-то артистов популярных. И они против Жванецкого акции проводили еще в 15-м году. А второе, второе, и это уже не так очевидно. Дело в том, что Федоров, он немножко не дружит с головой. Например, он говорит, что они общаются с Путиным, передавая ему по секретному каналу какие-то там сообщения, а Путин им отвечает по телевизору. То есть это вот такая вот... Вы понимаете, мы же с Владимиром Владимировичем в постоянном диалоге. Ну, только у нас интересный диалог. Мы ему докладываем по закрытым каналам, а он нам говорит по телевизору, что нам делает. Понимаете? Так вот получается. Через голову своего окружения и правящего класса. И еще Федоров рассказывал, что Советский Союз развалили, в том числе, артисты, потому что Виктору Цою, например, песни писали в Голливуде. И он работал на ЦРУ и пел песню «Перемен». Понимаете, да? То есть в перестройку, которую объявил Горбачев, и пел песню «Перемен», да? Ну и Горбачев у них тоже предатель записан в ноту, все понятно. Что он сказал про песни Цоя? Вот что важно. Все последние песни Цоя сам не умел писать, он писал их в коллективе. Ему привозили от Америки. Профессионально в Голливуде писали люди песни. За Цоем была в ЦРУ специальные люди, которые с ним работали. Давали гранты, давали на эти песни и так далее. Ну что ж, мне остается только подытожить все сказанное словами голливудского классика. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. И поэтому у меня есть вторая версия, почему они преследуют Жванецкого. Может быть, у них действительно существует список артистов, которые развалили СССР, и Жванецкий в их числе. Ну, конспирология, да. Но они же тоже конспирологи. Я тоже могу предположить про них все, что захочу. А далее вот эти фейки, это клевета, распространяемая нодом. Она попадает по интернету, очень сильно оседает в головах, в том числе у участников специально-военной операции. И это, мягко скажем, нехорошо. То есть пропаганда нод, она действует. Их с ними не борются. Их от пропаганду не опровергают. Их не признали экстремистами еще. Так что у нас еще все впереди с этой организацией будет.